Всем привет, на связи Мабу и сегодня у нас, я так подумал, давно уже не было обучающих роликов на канале И сегодня я вам расскажу, как работать с нулабельными объектами То есть, как избежать написания костылей Это очень простая тема, но тем не менее, она почти нигде не освещается И это больше касается правильного написания кода, то есть правильного программирования и чистого кода Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем Если вы хотите освоить высокооплачиваемую, востребованную, престижную профессию И разрабатывать мобильные приложения под систему Android Тем самым, будь уверенным в завтрашнем дне Если вы хотите обучиться специальности, которая послужит основой и возможностью для переезда в любую страну, которая вам нравится И позволит вам стабильно и достойно зарабатывать Либо в компании, либо работая на себя, в офисе или удаленно Если вы хотите работать на себя и развивать свой небольшой бизнес по разработке мобильных приложений на заказ Если вы хотите создавать свои сервисные мобильные приложения, тем самым влияя на жизни огромного количества людей И зарабатывая на своих стартапах, тогда я вас приглашаю на программу обучения на Android разработчика Я вас обучу на профессию Android разработчик на личной основе И доведу до результата качественно и максимально оперативно На курсе вы овладеете современными технологиями и получите опыт качественной и современной разработки Курс обновляемый, то есть если какие-то технологии устаревают, выходит что-то новое, то материал курса обновляется Также я могу вас проконсультировать по поводу мобильной разработки, если у вас возникла проблема при обучении Ссылка на программу и условия обучения, а также на контакты для связи со мной, есть в описании к этому видео и в закрепленном комментарии До встречи на обучении Итак, смотрите, у нас все очень просто, есть кнопка и текст При клике по кнопке мы будем записывать в текст на какое-то название, но при этом мы будем изначально записывать с нулабельной переменной То есть я покажу вам, что такое нулабельные перемены, как с ними работать и как победить такой подход, как два восклицательных знака Итак, у нас мы переходим в класс и здесь мы работаем через viewbinding, так как я использую xml подход И здесь у нас наш байдинг, он будет называться activity mainbinding и по правилам правильного написания чистого кода Байдинг должен быть нулабельной переменной, нулабельным объектом Если вы пишете вот так Допустим, да, ну сейчас я здесь комментирую То я вам советую больше не смотреть пример, где вы так искали, потому что так писать нельзя Точнее можно, но это очень плохая практика, это явное написание говнокода Изначально все, изначально большинство объектов, которые мы используем в коде, они все нулабельные Мы их делаем нулабельными Так, давайте здесь мы binding инициализируем уже здесь И здесь уже наполняем версткой через binding Вот так, значит у нас все готово Итак, что мы будем делать? У нас есть некая переменная Давайте, вернее у нас есть виджет, да, вот текстового поля Давайте, во-первых, мы что будем делать? Мы при нажатии на кнопку Сначала обращаемся к кнопке И вешаем на эту кнопку прослушиватель нажатия Кнопка, как любой объект наш у нас Имеет, является экземпляром класса View Вешаем прослушиватель события on ClickListener И теперь нам нужно записывать в наше текстовое поле Которое находится ниже в IDшник res Какие-то данные Мы обращаемся в binding Допустим Binding res Text И что-то будем записывать И давайте мы будем записывать с какой-то переменной Неважно с какой, просто это переменная У нас будет называться data Она у нас будет типа string И она изначально у нас будет нулабельной У нас и с вами есть кнопка и текстовое поле Мы хотим при нажатии на нашу кнопку Наше текстовое поле записывать какие-то данные Данные мы будем записывать из объекта data Который по умолчанию у нас является нулабельным Как мы должны с вами действовать При правильном вообще программировании При правильном чистом коде Мы договорим записывать наш текстовый виджет Значение из переменной data Но она-то тут нулабельная И по факту нам не имеет смысла в это текстовое поле записывать null Поэтому мы говорим, что мы записываем дата А если сюда что-то, ну, а если это, скажем так, переменная До сих пор будет содержать значение null То мы в ином случае То есть если у нас содержится null Просто ничего не должны делать Просто выходим из метода С помощью reture То есть что мы имеем в виду здесь Мы говорим при клике на кнопку Записываем в текстовый виджет То, что будет храниться в переменной data В том случае, если значение не равняется null А будет реально какое-то значение Иначе, если останется null Просто выходи из этого метода В данном случае он кликлистнер Потому что это интерфейс Мы выходим Если бы просто этот метод был какой-то Ни который мы там переопределяем Ни какой-то базовый То у нас было слово return Смотрите, в данном случае у нас Когда мы указали сначально слово data У нас ничего, никакой ошибки не вызвалось Да, никакой у нас ничего не подчеркнулось У нас все это приняло Приняло нормально Но в реальном программировании Когда вы будете работать Очень часто особенно Когда вы будете работать с таблицей базы данных Через библиотеку room И вам нужно будет через umodule В activity или во фрагменте Работать с тем или иным методом Особенно это записи или обновления данных То вам очень часто будут подчеркнуто красным И от вас будет требовать Указывать вот такой символ Который, с помощью которого Вы будете утверждать Что вы уверены Что сюда должно что-то прилетать Так лучше не делать Это косты Лучше писать вот так Я сейчас подключу свой смартфон Вот перед нами как раз-таки Находится наше приложение Которое мы сделали И при нажатии на клик Ничего не происходит Ничего не происходит Видите? Но если мы с вами сейчас Вот здесь Когда мы сделаем так Чтобы мы что-то запишем В нашу переменную data До нажатия на события До нажатия на кнопку До события нажатия на кнопку Например Запишем текст app Конечно лучше всего Это с файла string доставать С ресурсов Но мы пока так сделаем И пересоберем проект Вот смотрите У нас теперь пересобрался проект И при нажатии на кнопку У нас меняется название То есть О чем Хотелось бы рассказать В этом видео И скажем так Что вы должны для себя уяснить Во-первых Объекты Которые вы будете использовать Но при этом изначально Не имеют Которые не имеют Никакого значения Обязательно Во-первых Обязательно Все по максимуму Делайте private Чтобы они были доступны Только в конкретном классе Во-вторых Они должны быть Нулабельными Никакой Вот и такой Вот записи Как я вам показывал Не должно быть И когда мы работаем Вот с такими Нулабельными объектами И в случае Если мы их куда-то записываем В какую-то переменную В какой-то виджет То есть Какая суть Мы что-то получаем В них А потом записываем Обязательно Используем Эту запись То есть Записываем Значение Из этих объектов Но при этом Говорим Что если там ничего не будет Будет нул То ничего не делаем Или что-то делаем другое В зависимости от вашей логики Потому что Вот этот подход Вам очень сильно поможет При работе с базами данных Через библиотеку Рум Вот такой записи Мы должны избегать Ну это в принципе Все что я вам хотел рассказать В сегодняшнем видео На этом у меня все До встречи На следующей неделе Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok